Добрый вечер в эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с первым заместителем министра транспорта Андреем Костюком, с которым обсудил вопросы, касающиеся развития транспорта и инфраструктуры республики. Глава рассказал, что сегодня имеется необходимость произвести обновление общественного пассажирского транспорта в Черкесии в целях улучшения качества пассажирских перевозок. В связи с этим он обратился с просьбой оказать поддержку Карачаевой Черкесии для получения уже в этом году 10 троллейбусов. В этом году будут завершены проектно-изыскательные работы по строительству объездной дороги вокруг Черкесии до Знаменки. Строительство участка этого объекта позволит соединить две федеральные автодороги и объехать густонаселенный, плотно застроенный район Черкесии. Кроме того, была достигнута договоренность о ремонте сразу с семи мостовых сооружений в Карачаевой Черкесии. Новый благоустроенный парк со своим летним амфитеатром, уличным тренажерным комплексом и детским городком для самых маленьких. В скором времени официально откроется в ауле Кумыш Карачаевского района. Ахмат Халкечев подробнее. Строительство нового парка для Кумыша стало самым большим событием за последние 25 лет. Кстати говоря, облагороженной общественной территории подобных масштабов и такого типа в этом населенном пункте никогда и не было. Сейчас все строительные работы практически завершены. Установлено около 100 лавочек, которые оснащены урнами для сбора мусора. И ночное освещение полностью работает. Также парк оборудован летним амфитеатром, уличным антивандальным тренажерным комплексом. А для самых маленьких имеется детский городок. Как поведал заместитель главы администрации Кумышского поселения Ансартоков, аульчане уже успели опробовать новый парк в дне новогодних праздников. Словами всю ту радость населению передать. Каждый вечер люди собираются, отдыхают, с семьями приходят. Если вы заметили, здесь есть детская площадка. Вот детская площадка, дети играют, как будто никогда такого не видели. Такая радость у детей. Спасибо, хочу сказать, районной администрации, которые от начала до конца воплотили все это. Они взяли под свое руководство этот парк. Они сделали, они сдали. Вот эта сцена, которая сделана. Но, в принципе, то, что мы хотели, мы здесь получили. Если говорить о типе сельского парка, который Кумыш получает в канун празднования столетия государственности Карачаева-Черкеси, то он уникален в своем роде. Проект данной общественной территории для сельских поселений здесь реализован в качестве пилотного. Ну а исходя из положительного опыта, вполне можно ожидать, что в скором времени подобные досуговые зоны появятся и в других поселениях региона. Со всех улиц и с окраин села собираются здесь люди. С кем когда-то ты учился, кто-то в свое время, кто-то уехал, приезжает в гости, навещает и приходит сюда. Бывает, ты встречаешь людей, которых давно не видел, давно не видел. И испытываешь чувство большого удовольствия, да, и думаешь, как бы живем в одном селе, а не видимся годами. А с открытием парка появилась такая возможность. Как минимум видеть людей, которых давно не видел, ну и получать просто удовольствие. Сами обратили внимание, все красиво, все чинно. Есть лавочки для людей, которые хотят позаниматься спортом. Есть тренажеры. Как еще поведали в администрации кумырского поселения, в планах до официального открытия парка установить видеонаблюдение и точку доступа в Wi-Fi. Ахмат Халкечев, Раслублердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, проходит массовая иммунизация населения. Во всех городах и районах республики при медицинских учреждениях организованы пункты вакцинации от коронавируса. В Зеленчукской центральной районной больнице побывала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. Зеленчукская ЦРБ – это крупный медицинский центр района. Коечный фонд составляет около 300 коек. Здесь трудятся почти 100 врачей, около 500 фельдшеров и медсестер. С 11 октября минувшего года в районе началась прививочная кампания. Тогда были привиты первые 9 человек. Это были сотрудники больницы, работающие в красной зоне. Сегодня в районе, в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Карачаева-Черкесии, проводится плановая вакцинация населения. Делать прививку или нет, каждый решает сам. Но рекомендации медиков однозначны. Прививка спасает жизни. Когда вакцины стало чуть больше, я постарался сделать так, чтобы все мои близкие родственники, с которыми я могу дольше поговорить, убедить, они тоже сделали эти прививки, особенно те, которые пожилого возраста. Мне просто очень хочется, чтобы они жили. И они это сделали. И, слава богу, ни один из моих близких родственников не заболел и не умер. Специалисты говорят, что постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции начнется через несколько месяцев. Но для этого нужно поднять коллективный иммунитет населения. И главное сейчас – это обеспечить доступность вакцин от COVID-19. Запись проходит у нас при обращении в регистратуру поликлиники. Мы записываем также по номеру телефона регистратуры. Также пациенты могут записаться через инфомат, который находится в поликлинике, в холле, через госуслуги и в медицину онлайн. Запись записывается в среднем в день от 20 до 30 человек. Вакцину вводят в два этапа. Именно двухэтапная схема иммунизации хорошо известна в мире и считается очень эффективной. Давление в норме, температура в норме, противопоказаний для вакцинации нет. Вообще я хочу сказать, что к вакцинации я отношусь очень хорошо. Мы прививаемся всей семьей каждый год от гриппа. Гриппа – это стабильно. И я не жалею, если честно, никогда не жалела. Мы это делаем каждый год. Пациенты, болеющие коронавирусом, проходят компьютерную томографию органов грудной клетки. К их услугам, пожалуй, лучший в республике аппарат высокочувствительной диагностики органов и систем человека. С апреля прошлого года на нем проведено около 9 тысяч бесплатных исследований. Он предназначен для исследования массы тела 130 до 130 килограмм. Где другие аппараты, как бы сложно выполнить на них это исследование, здесь же возможно. И мы выполняем достаточно сложные исследования, диагностику различных патологий. Большим подспорьем для врачей района стали волонтеры – студенты Карачаева-Черкесского медицинского колледжа. Каждый день они планово проводят подворовый обход, занимаются регистрацией пациентов, оформлением документаций и многими другими полезными и нужными делами, значительно облегчая труд медицинских работников. Мурат Шантьёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчук. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Субтитры предоставил DimaTorzok МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Продолжаем выпуск. Не стало человека эпохи. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования семье Василия Ланового в связи с его кончиной. Казалось, не так давно Василий Семенович побывал в Черкесске с моноспектаклем о войне. Зрители встречали его стоя и в зале не было свободных мест. Посмотреть на легенду советского кино пришли люди разных поколений и все хотели воочию видеть главного офицера страны. У Василия Ланового и была офицерская выправка. Со сцены он не уставая делился историями из своей биографии, рассказами о войне и безукоризненно читал стихи. Великий и талантливый артист он дарил своим зрителям настоящие эмоции и переживания. Его работа яркие, живые, навсегда останутся в памяти и в сердцах многих людей. С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают более 58 тысяч федеральных льготников в Карачао-Черкесии, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, героев Советского Союза и России, героев соцтруда и других граждан. Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год. С 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Размер фиксированной выплаты в результате индексации вырос на 358 рублей 23 копейки и составил 6044 рубля 48 копеек в месяц. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составила 98 рублей 86 копеек. В Карачаево-Черкесии индексация коснулась более 87 тысяч неработающих пенсионеров. Стоит обратить внимание, что хотя процент увеличения для всех одинаковый, но у каждого пенсионера прибавка к пенсии является индивидуальной в зависимости от размера получаемой пенсии. Оружие, украшения, бытовые предметы более чем полутора тысячелетней давности – все это можно увидеть на новой экспозиции Республиканского музея. Примечательно, что многие артефакты раннего оландского периода представлены на выставке впервые. С подробностями шерифа Тлепшокова. Тема выставки оландской культуры ранней средневековья. Около 200 предметов, свидетельствующих о жизни и быти древней цивилизации. Как это казалось бы, обычно кружка, но ее форма с причудливым носиком стала прообразом современной, которую широко используют в здравнице для питья лечебно-минеральной воды. А этот кусочек зеленой ткани напоминает не только о Великом Шелковом Пути, который проходил через нашу республику, но это еще и фрагмент знаменитой сцены охоты персидского царя Бахрама Кура. Всего в мире сохранились три такие части, и одна из них в нашем Республиканском музее. Натуральные краски, изготовленные византийскими мастерами, позволяют даже спустя тысячу лет различить цвет шелковой ткани. Также на выставке представлено много изделий из бронзы, все еще представляющих загадку для ученых. Как известно, бронза состоит из сплава меди и олова, залежи которых есть в нашей Республике. В музее говорят, для получения нужного материала Алана могли использовать и мышьяк. Так на выставке посетители ожидают немало интересных экспонатов. Нам приятно показать то, что для нашей Республики уникально новые демонстрируются впервые. Особо мы хотим отметить, что выставка – это для нас возможность внедрять в музейную работу современные технологии. Уже в ближайшее время здесь будет возможность использовать аудиокиды, дополненную реальность демонстрируем, как можно использовать. То есть современные технологии, они приходят в музейную жизнь Карачаева-Черкесии вот благодаря таким проектам. Помимо таких технических нововведений, которые диктует нам современность, есть и системные важнейшие задачи. Мы сейчас прорабатываем возможность и проект создания фонда хранилища. Это главная задача для Карачаева-Черкесии. Проект большой. Часть из представленных артефактов была найдена вдоль реки-урочище Байтал-Чапхан между Озерго-Тинским и Хабейским районами. Находки лучше слов говорят о бытии и культуре Алан. Так местную черно-лощеную керамику, изготовленную особым способом, ценили далеко за пределами Алании. Заведующий сектором археологии музея Магомед Ижаев говорит и о завезенной продукции. Тогда Кубань была судоходной, и корабли с товаром шли сюда из Азова и Анапы. Многие народы как-то связаны с Аланами, и они действительно связаны. Десятки народов в Евразии, от Китая до Северной Африки, включая европейскую часть, западную Европу. Аланы где-то побывали какое-то время и везде оставили свой след. Как бы они не рассеялись по всему материку, вот оставили свой след. И до сих пор остаются слова Аланы, корочаются балкарцы, как сама обращаются друг к другу. На выставке можно увидеть и украшения, датируемые ранним аланским периодом. Здесь и зеркала, и антарные бусы. Аланы вели торговлю с Балтикой, а также стеклянные браслеты, выполнявшие практическую функцию. Знатно аланские женщины придерживали ими широкие рукава. Но в первую очередь Аланы славились как воины, поэтому на выставке представлено множество разных видов оружия. Это и короткие мечи, стремя еще не было изобретено, и такая длина оружия позволяла всаднику легко орудовать им в бою. А также сложные составные луки из кости, кожи и дерева. Аланским оружейникам это тоже было по плечу. А недавно в Архызе на Лунной поляне были найдены железные копии тысячелетней давности. Выставка продлится до марта, но в музее планируют в скором времени открыть археологическую экспозицию уже на постоянной основе. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Трудовые мигранты из Средней Азии этой теме посвятили полезное утро Светлана Шаганова и Руслан Каркмазов. Они приглашают на телеканал «Россия-1» завтра в 8 утра. Сегодня мы расскажем о том, кого нельзя приглашать в гости, чтобы не получить 5 лет тюрьмы. Они делают только медвежью услугу этим гражданам. Как пригласить к нам в республику гостей из Средней Азии, если границы из-за пандемии закрыты. И приходят мысли пригласить в Карачаево-Черкесию, например, узбеков через Беларусь. Уголовно наказуемо. И от этого никуда не уйти, не деться. Я никого не знаю, не видел, не слышал, а иностранец сам пришел бесплатно выкопать мне картошку. Попытаться обхитрить, так скажем, правоохранительные органы, в частности МВД. Да, это ни для кого не секрет. Она иностранка? Она иностранка, да. Лучше бы патриотичными руками посуду мыла. Это все весь, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин